здрасте здрасте люди добрые не ждали меня в прямом эфире вот такой вот я нежданный негаданный жду от вас вопросов задавайте александр здравствуйте первый вопрос из зала александр салона машины как рассказать расскажите как вы себя чувствуете чувствую себя замечательно форму набрал превосходную сейчас у меня почему-то вес остановился на месте и не падает мышцами набираем жир стоит сколько же увезете сейчас александр 118 килограмм после тренировки не знаю почему очень много воды пью сижу на диете на строгой чувствую себя замечательно люди добрые расскажите про с алкоголем завязал хорош мне вот эти вот всякие всякую чушь постоянно в комментариях писать советы давай завязывай с алкоголем вы сами завязывайте херней заниматься вот а потом уже советы раздавать а то каждый вечер сидите перед телевизором с пивом то я не знаю с лодочкой на кухне там соседа позовете чтобы не так грустно было скучно но зато емельяненко вот это там я не знаю то весь инстаграмм весь директ и комментарий переполнены бухать хорош бухай хорош я если выпью то об этом знает вся страна ну могу себе позволит им расслабиться раз в полгода так я не любитель александр вопрос от подписчиков расскажите пожалуйста ваш впечатление по поводу федора миллионда ну какое какое впечатление отлично он все сделал я уже где-то давал комментарий нельзя перед федором останавливаться и стоять и нельзя на него идти он очень хорошо контратакует очень хорошо взрывается и проводит атаку вот он ну такой он хоть и тяжеловес но взрывной тяжеловес обладает хорошим качественным каутирующим ударом что с левой с правой руки в принципе он не старается бороться он не умеет проходить в ноги вот что не делает этого он хорошо чувствует борьбу делает корпусные броски подсады зацепы бедро вперед бросает вот ну не не делает проходы в ноги и неплохо поставил себе ударную технику неплохо работает руками как вам даться к видели его последний бой да вот сейчас вот и это самое ехал посмотрел мертвый джерми толстый кусок сало еле дышит я не знаю куда он на меня прыгает я вам хочу сказать и этой жирные рыжие обезьяне передайте нам я не знаю там собака с муромских лесов пусть готовится вот этот бой состоится этот бой будет вот я его побью вот отправлю спать эту жирную падлу вот но только я не знаю когда будет у меня очень много сейчас боев последнее время предстоит вот будет ну такие места когда мне придется выступать по два раза в месяц формы набрала отличная сейчас буду бить народ и радовать вас своими победами как хотите подраться с датском вообще и по правилам бокса по правилам мая поговорю с организацией которая будет заинтересована провести этот бой чтобы провели два боя один по правилам бокса один по правилам мая чтобы ну как бы закрыть вообще все вопросы чтобы не было потому по моему бы я выиграл или по боксу я лучше боксирую воде его и там и там спать отправлю по поводу джигана сейчас сейчас этот бой под вопросом пока неизвестно когда он будет и будет ли он вообще вот пока я не знаю я жду вот будешь ли ты александр смотреть турнир и все который пройдет в эти выходные за кого будешь персонально болеть будут смотреть этот турнир буду болеть за всех наших бойцов за всех наших спортсменов желаю им удачи очень хорошие бойцы очень хороший карт будет выставлен вот от россии вот надеюсь что все пройдет и все сложится именно так как они это планирую тренерами до боя на 3 в тренировочном процессе чем вы занимаетесь свободное время александр отдыхаю чем я занимаюсь ничем у меня я утром просыпаюсь еду в спортзал учат потом приезжаю обедаю сон час еду на вечернюю тренировку ужина и остается совершенно немного времени ну такого личного свободного перед сном отбой у меня в 11 каждый день в один часов я ложусь спать сейчас наступил так сказать локдаун назовем его нокдаун тренировочного процесса моего ну не знаю в парках разрешили гулять буду тренироваться на улице бегать кроссы набирать функционал работать бой с тенью ну короче продолжать потихонечку совершенствоваться так смотрел ли ты бой монсона нет я к сожалению бой не смотрел я уже спать лег вот я на следующий день узнал результаты вот ну как бы так вот и не удивлен и удивлен был в принципе я не слежу за боями вот вопрос спрашиваю саш многим людям не дает покоя вопрос где виктор не знаю работает наверно где-то где когда если вчера или позавчера там ну так мы каждый периодически созваниваемся вот у нее своя семья у него не знаю там жена у него дети ну короче с головой ушел в семью работу заботы вот это я бездельник ничего не делать о чем думать чем думаете заняться после завершения тренерского тренера бойцовской карьеры я не знаю чем я буду заниматься я ну только сейчас как тяжеловес как спортсмен можно сказать ощутил ну такие силы в руках ногах в организме очень хорошо себя чувствую поэтому ну посмотрите у нас кто джордж форман по-моему в 52 года вышел на ринг по боксу стал чемпионом мира ну как бы возрастных бойцов очень много ну и тем более они все тяжеловес тяжеловесы могут драться и драться очень долго поэтому я еще пока не собираюсь совершать бойцовской карьеры буду еще выступать драться вот мне нравится бить людей бить это моя работа тем более это все с разрешение это все официально у меня все нормально так в принципе я не читаю вопрос их очень много вот так что мне надо не брякать не это самое не гадость описать вот и у меня не получается ответить каждому тем более еще и в ней вообще поражает вот эти вот всякие дебилы которые задают мне вопросы в этом самом под постом ну одному ответил ответь 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 один разик ответил привет как дела и шуха все хорошо у меня чем занимаешься ну блин не успел другой вопрос прочитать приходится отвечать на чем я занимаюсь ничего сижу на вопрос отвечаю какие у тебя план были ну вот это вот ну ладно что-нибудь нормальное здравое бы спросили а то начинают всякую чушь отнести и спрашивать что ты делаешь как делаешь что ты ну и короче собираюсь на следующей неделе посетить я не знаю либо детский дом либо хоспис вот съезжу так что я не знаю наверное один пойду сейчас подумал муж какую группу собрать все вместе саш вот вопрос какой еще к тебе люди пишут видели информацию по поводу того что ты устраиваешь гиф правда лету да правда устраивал гиф строю устраиваю гиф вот подписывайтесь он принесет очень много подписчиков ну качественный качественную аудиторию рабочую не какую-то мне левую все это официально все это ну как бы меня ставят в курс я все делаю был очень много аккаунтов которые копируют имею информацию и выставляют у себя вот в тик токи вот сейчас фейсбуке сейчас подал этим самым как его администрации этих сетей чтобы верифицировали мои аккаунты но там не сразу все делается вот пообещали не верифицировать аккаунты часа времени поэтому как будет я у себя на странице у каждую соцсеть свою опубликуешь чтобы не может удараются твои потрясающие танцы расскажем танцы дано просто я люблю подурачиться я такой же веселый человек как вы а то я не знаю станцевал и тут начинают какие-то идиоты вот такими шеями перекачивания отмороженные вообще личности писать мне ты это ты долго какой-то животный мир причем не так же стать ходить бычица еще я не знаю между дверей ухо засунуть сломать его вот так вот еще один самым как его как в дагестане я не помню там левое ухо стоит дороже сломать чем право потому что когда есть на машине открывают форточку вот и левым ухом туда в окно вылазишь все видели полными ушами есть борец ну и все мне тоже ходить я не знаю на умниках строить из себя какого-то там пупа земли вот я такой же как обычные все люди люблю подурать потанцевать посмеяться не знаю послушать анекдоты порассказывать не знаю там по подкатывать вот так так саш как тебе участие в что было дальше что было дальше мне очень понравилось вот очень хорошие ребята посидели посмеялись по угорали по моему они даже я просмотрел эту передачу по моему они даже абсолютно ничего не вырезали мы как сели языками зацепились так и смотри это чуть не въехал в товарища который справа так и до конца передачи общались общались они по-моему взяли там не знаю так и выложили все все как есть хотите вам загадку загадаю не анекдот расскажу а загадку загадать шел негр упал в яму сколько в яме негров угадайте пишите куда писать потом на это самое как его на странице опубликую какой-нибудь конкурс приду кто даст правильный ответ тому какой-нибудь приз подарю расскажи будешь ли ты делать цикл занятий для тех кто будет хочет тренироваться дом я участвует думал но такие небольшие 15 секундные на день тролики делать выкладывать в историю в тик ток для того чтобы ну все кто желает заниматься спортом но нет возможности чтобы в домашних условиях занимались в принципе я хожу спортзал я сейчас делаю у фп я не таскаю большие веса и все что я делаю я делаю ну практически собственным весом я делаю на выносливость у меня я сейчас скажу вы бы делает начинается умея тысячу раз выжимаю гриф делаю тягу за голову делаю тягу к себе это упражнение на спину потому что все удары ну как убьются корпусные спиной спина играет очень важную роль ударной техники два подхода приседаю стоить 50 раз и работаю над прессом а ты знаешь что такое эрик давыдович блин да я слышал какой-то этот самый то он говорит что приседают три тысячи раз три тысячи раз ну зале мне до эрик давыдович еще далеко я не рик давыдович поэтому три тысячи раз я не присяду ну потренироваться можно и присесть я как-то сколько не помню 10 минут приседал без остановки 10 или 15 минут я не помню у меня что-то около там трехсот пятидесяти по моему раз вышло но потом я как я постоянно еще занимался приседал со штангой потом я недели две присесть не мог у меня ноги очень сильно кислотой молочной садегли очень долго болели поэтому я сейчас не приседаясь с весами работаю на выносливость функциональную выносливость силовой выносливость не на силу силы и так у меня есть для того чтобы мышца могла долго работать и не уставать вот банки мне не нужны расскажи про банки нужно маска в который наибрации файда там очень много хороших бойцов очень много ребят хороших выступают и на голых кулаках они дерутся дауд берется лендрус вот еще там много разных ребят сейчас спортзал откроется будем вместе заниматься не знаю там спарринги до отработку делать на мешках работать ну короче будем вместе помогать друг другу готовиться предстоящим боем стоящим поединком саш собираешься ты в ближайшее время просто я не знаю сейчас же карантин никуда никого не пускают грозный я не собираюсь пока вообще-то мне туда очень сильно надо съездить но когда я туда поеду и не знаю меня сейчас очень много я завален работой вот ну надо будет выбрать день или два съездить туда вот по делам ну как поеду я вам укажу что я полетел в грозный вот у меня там друг рахман еще мы наберу ему съездим куда им мясо поедим провидаемся пообщаемся расскажи рахман просто фамилию прошлого люди про фантаев берется в сей очень хороший боец а вот ровно все макияли с таким люди раздав разных габаритов ты как но когда я был в грозном и мы постоянно общались постоянно такой хороший правы понимающие парень что на очень много всяких таких-то граждан напущенных таких ну я не знаю как лиза блюдо таких я не знаю есть я бы там они себя с волками там ассоциируют я бы их шакал даже не шакалом а собакам помойным поднёмся но они сами за себя знают когда я там был там я не знаю там стелились как простыни александр там бежали там здороваться там где видели там туда-сюда на приглашали там покушать еще куда-то в магазин сходить там время провести пофотографироваться в прямой фильм выйти обязательно показать меня что они рядом вот когда я уехал оттуда ну какие-то такие невнятные интервью начали там за меня давай на такие но и друзей осталось немало ну и друзей да очень много везде везде хватает непорядочных личностей слышал ли ты насчет того что рамзан хотел провести твой бой с джиганом в грозном предлагал такую инициативу я даже где-то выкладывал у себя в соцсетях я думаю что не буду не проводить потому что если будут не без разницы где джигана спать отправить же в грозном что в москве что путь на луне подправляют ну пока пока это будет под вопросом не знаю будет не будет пока никто не хочет браться за организацию вроде бы несколько организаций сначала загорелась цепилась а потом куда-то они пропали сливились вот сейчас ищем 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 кто будет проводить вот в принципе джиган не боец я не знаю зачем он вообще ему нужен этот бой пролетит как кокляев над гнездом кукушки кокляев кстати тоже собирается еще драться как тебе вообще такая инициатива от какого ждал что он да молодец молодец еще пусть тренируется пусть готовится миша но я ему сказал что прежде чем там за меня где-то там говорить на просторах интернета там вызывать на бои пусть проведет это самое ну каких-нибудь таких несколько разогревочных боев чтобы набраться больше опыта то он вроде бы со мной подрался один раз на ринг вышел вот и все и и перестал одно дело работать на тренировке тренировочном процессе а другое дело выходить работать при зрителях так все люди добрые подъезжаю к дому всем хорошего дня отличного настроения будьте здоровы занимайтесь спортом веруйте в бога пока пока все пока все как завершить нажимай завершить крестик крестик